добрый день уважаемые дамы и господа как меня слышно как видно поставьте плюсики так хорошо замечательно тема сегодняшних наших сообщений биохакинг зрения возможно кто-то это уже слышал для кого-то это новая тема но тем не менее даже если я повторюсь повторение мать учения еще раз хочу сказать о том что это наши новые энергоинформационные технологии в офтальмологии что такое биохакинг биохакинг это очень модная актуальная тема и в переводе на наш язык и означает слово био это биологическая система хакинг это как бы осознание вот вы все слышали знаете о хакерах которые знают программы с помощью которых они могут входить компьютеры и как-то их изменять вот по аналогии с этим в силиконовой долине была создана такая тема биохакинга когда молодые люди хотели много работать эффективно продуктивно много дел делать и чувствовать себя великолепно в переводе на наш язык биохакинг это усовершенствование тела и разума цель прожить как можно дольше оставаясь здоровыми как физически так и психологически здесь же рядом звучит слово апгрейд улучшение об это движение вверх противоположное слово down вниз и great это ступень то есть деление в системе координат градация градус апгрейд это движение вверх по ступеням лестницы эволюции шаг вверх на более высокий уровень ну вот мы будем говорить о зрении я просто напомню что это получение использование энергии света через глаза для адаптации организма и ориентир в окружающем пространстве 90 процентов информации о внешнем мире мы получаем с помощью зрения в современном мире современная цивилизация облегчила значительную часть нашего каждодневного труда и освободила нас от многих жизненных забот но во много раз увеличила нагрузку на глаза и поэтому актуальной проблемой современности стала охрана зрения как детей так и взрослых хорошее зрение необходимо человеку для любой деятельности учебы работы отдыха повседневной жизни как когда и почему происходит нарушение зрения известно что только пять процентов глазных заболеваний является врожденными все остальное мы приобретаем процессе своей жизнедеятельности и все это происходит как результат дистрофических изменений в органе зрения если это не травма и еще известно что около 70 процентов нарушения зрения и глазных заболеваний происходит по причине общих изменений в организме об этом тоже надо помнить наиболее распространенной причиной нарушений является близорукость или миопия об этом я говорю по той причине что моделью исследования дистрофических изменений в органе зрения мы взяли близорукость вот чтобы говорить о хакинге о биохакинге это надо понимать как мы можем улучшить свою систему а для этого надо знать определенные правила работы нашей системы это аналогично тому как водитель за рулем автомобиля может хорошо вести автомобиль в случае соблюдения правил дорожного движения также и для того чтобы прожить эффективно и в здоровом теле свою жизнь нужно знать как тело наше функционирует в данном случае зрительная система для исследования мы взяли миопию как модель дистрофии миопия это результат перенапряжение глаз вблизи когда зрение вдаль становится хуже результатом близорукости близорукость является результатом длительной работы с гаджетами телевизоры мобильные телефоны компьютеры сидячая работа глаза в постоянном напряжении находится с фокусом на близких предметах без отдыха наши последние исследования показали вот за прошлый год при анализе за три года заболевание глаза среди всех детей до 17 лет стали на первом месте среди всех болезней исследовали детей и лор врачи неврологи эндокринологи педиатры хирурги ортопеды и оказалось что заболевание глаза стоят на первом месте составляет около 30 процентов среди всех обследованиях обследованных детей на втором месте стоят заболевание костномышечной системы и на третьем заболевание органа зрения вернее заболевание органов пищеварения вот на данном слайде вы можете увидеть красные столбики как из класса в класс из года в год растет близорукость у детей если у пятилетних детей еще нет близорукости то в шесть лет уже 4 процента близоруких встречается в пятых классах 21 процент а в девятых каждый второй плохо видит и здесь вы видите фотографии вот наверно на верхних фотографиях показаны детки с прямой осанкой они имеют остроту зрения единица стопроцентное зрение это говорит о том что зрение и осанка связаны между собой если провести прямую линию через макушку до копчика то она проходит через позвоночник нижние фотографии говорят о том что близорукие дети имеют нарушение осанки если провести линию то она идет мимо оси позвоночника как в одном так и в другом случае кроме того формируется асимметрия мышечного тонуса в виде спазма мышц с одной стороны из-за неправильной длительной осанки так зрение зависит от общего состояния организма с возрастом усугубляются эти нарушения даже если нет близорукости а есть дистрофические изменения возрастные из-за неправильных привычек из-за нарушения осанки возникают возрастные заболевания такие как дегенерация макулы это если внутрь глаза заглянуть мы увидим желтое пятно это место где сосредоточены колбочки отвечающие за остроту зрения то есть сколько строчек человек видит по таблице для исследования зрения из-за цвета ощущения возникает дистрофия катаракта это идут дистрофические изменения в хрусталике и тогда мы видим что зрачок не черный а белый это зрелая катаракта требует операции глаукома когда повышается внутриглазное давление которое приводит к атрофии зрительного нерва сужение полей зрения и приводит нередко к слепоте и инвалидности по зрению на данном слайде вы посмотрите и увидите что наиболее распространена дистрофия возрастная макулярная дегенерация на другом месте стоит глаукома и катаракта это наиболее распространенные заболевания возрастные в структуре инвалидности глаукома 24 процента занимает катаракта 20 процентов и близорукость 17 16 процентов все это свидетельствует о том что дистрофические изменения это не безобидные изменения они могут привести к слепоте и к инвалидности по зрению как же сберечь орган зрения как сохранить и улучшить зрение ведь от рождения глазки как правило здоровый у всех и только 5 процентов имеют зрительные расстройства врожденные аномалии глаза это окна нашего мозга через которые мы воспринимаем внешний мир и через эти же окна мы можем постигнуть многие функции мозга вот такую фразу я впервые прочитала где-то лет 30-40 назад задумалась как же можно помочь как работает система потому что то чему нас учили не приводило к выздоровлению мы назначали очки назначали капли с каждым годом близорукость росла другая патология глазная возникала и все это требовало ответа и помощи со стороны врача что нам удалось узнать за это время с древности существует такая поговорка нельзя лечить глаза не леча голову нельзя лечить голову нельзя не лечать тело нельзя лечить тело не лечить душу так взаимосвязано зрение со всем организмом тело работает от импульсов которые приходят извне информация это органы чувств в виде энергии энергия это разные длинный волн которые проникают в организм и руководят деятельностью всех наших органов и систем для зрения это энергия световая когда мы смотрим мы видим свет белый допустим фактически он разлагается на разные длинные волн которые мы можем увидеть на радуге красный оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетовый как же эти слова могут повлиять на наше тело дело в том что все каждый цвет отражает определенную длину волны например красный цвет это длинные волны с длиной волны где-то 60 620 640 нанометров синие волны это короткие волны 400 420 нанометров и определенные волны входя в наш организм попадает в систему управления система управления в организме это автономная нервная система ее еще называют вегетативной нервной системы у которой есть две части это симпатическая часть которая активируется в состоянии опасности и говорит организму бей или беги и пара симпатическая часть которая говорит что опасности нет все хорошо прекрасный маркиза сосуды расширяются и человек успокаивается это можно увидеть например если мы с вами будем находиться в комнате освещенной красные лампы покрашены стены в красный цвет через некоторое время у всех у нас поднимется артериальное давление и частота сердечных сокращений станет чаще увеличится это действует активируется система симпатическая выделяется адреналин норадреналин кортизол кортизон и над почечниками идет стимуляция если мы будем в синей комнате находиться то в таком случае произойдут противоположные реакции пульс замедлится давление снизится так организм находится под влиянием всего того что нас окружает но организм работает не хаотически он также как все в этом мире подвержен биологическим ритмам как смена времен года зима весна лета осень как изменения суточные день ночь утро вечер так и в организме вдох выдох сокращение расслабления и идет также изменение в виде волны в виде биологического ритма в зрительной системе здесь надо отметить что все болезни начинаются с нарушения биологического ритма когда они еще функциональные изменения эти обратимы и мы можем вернуть организм в правильное состояние по классификации существуют разные ритмы и высокой частоты и средней и низкой нас интересуют клеточные биологические ритмы органные организменные о которых мы должны помнить и знать вот это длинный волн определенные которые влияют на организм например зеленый цвет регулирует сердечно-сосудистую систему желтый цвет желудочно-кишечный тракт вот одно время и сейчас тоже некоторые используют если у человека есть глоукома это высокое глазное давление внутри глазное как правило оно сочетается с высоким артериальным давлением и в таких случаях были рекомендации для пациентов чтобы они носили очки с зелеными светофильтрами получая зеленые лучи давление снижалось и общее и внутри глазной тем самым человек получал облегчение вот я вам говорила о системе управления и а сенсорных то есть чувствительных чувствительных системах которые являются входными воротами в систему управления к ним относятся органы чувств они являются датчиками это орган зрения слуха обоняние осезание вкуса все импульсы попадающие от органов чувств изменяют наше состояние принцип работы рефлекторный происходит саморегуляция сигнал попал в организм произошла его обработка и возникает реакция или мышцы сокращаются или секрет выделяется железами зависимости от того что мы получаем извне вот например электроэнцефалограмма если записать ее в затылочных долях коры головного мозга там идет запись импульсов в зрительном центре мы смотрим глазами глаза часть мозга вынесенная на периферию от глаз идут проводящие пути и они заканчиваются в затылочных долях коры головного мозга если снять электрический потенциал затылочных долей то будут видны веретена альфа-ритма которые отражают биологический ритм зрительной системы в среднем он равен 12 циклов в минуту как мы можем увидеть если мы перед одним глазом поставим красное стекло перед другим зеленым зеленое и будем смотреть на белый хорошо освещенный экран то увидим что независимо от нашего сознания это поле начнет меняться цветом будет наплывать то красный цвет то зеленый в определенном ритме у здоровых лиц со стратой зрения единица стопроцентное зрение это смена каждого глаза происходит за три секунды три секунды правый глаз функционирует сканирует окружающее пространство три секунды левый это как бы вот организм когда шагает то же самое только происходит глаза измеряют время вот на данном слайде мы изучили исследовали и оказалось что у здоровых лиц два две с половиной три секунды каждый глаз переключается при близорукости эти ритмы становятся чаще чем выше близорукость чем выше тем короче время восприятия если есть асимметрия зрения один глаз хорошо видит и другой слабо то хороший глаз длительное время воспринимает окружающее пространство а слабый глаз подключается на одну две секундочки отключается с возрастом эти ритмы замедляются обмен веществ становится более медленный как бы устает системой мало того что замедлен он еще и асимметричен один глаз дольше функционирует другой меньше и для того чтобы вернуть систему правильное состояние мы придумали способ если мы будем подавать на глаза с с помощью лампочек импульсы на один глаз и на другой по три секунды тем самым мы можем вернуть их в нормальную работают как искусственное дыхание для сердца вот этот искусственный стимулятор для глаз дело в том что мозг способен усваивать ритм навязаны ему извне тем самым когда мы освещаем один глаз к нему идет приток крови улучшается обмен веществ через три секунды мы освещаем другой глаз и к нему идет прилив крови и улучшается обмен веществ вот работая таким образом мы создали прибор аппарат для фотостимуляции который не только улучшает зрение но и улучшать кровообращение правого и левого полушария дело в том что голова и зрительная система питаются кровью по сосудам которые идут от сердца через шею по передней поверхности шеи идут сонные артерии они несут питание глазам по позвоночным артериям идет питание к затылочным центром у основания шеи сосуды входят в костный канал идут внутри позвонков и основание головы выходят из них в этих двух местах сосуды прикрыты только мышцами если у человека нарушена осанка он сутулиться сидит боком мышцы с одной стороны спазмируется или с двух сторон получается как на шланг ногой наступили ни при тока к голове и зрительной системе не оттока система засыпает и возникают дистрофические изменения поэтому очень важно следить за осанкой во время работы вегетативная нервная система она управляет и работой сердца и сосудами гладкой мускулатуры и железами поэтому входя через глаза и подавая мозгу правильные импульсы тем самым мы будем руководить и работой сердца и железами гладкой мускулатуры так был создан аппарат это еще в 90-х годах аппарат спектральный офтальмологический осо который получил дальнейшее развитие аппарат светоимпульсной терапии осо 05 это последняя его версия и также есть еще аппараты для домашнего пользования тем самым улучшается кровообращение высокое давление артериальное снижается если оно низкое то оно повышается частота сердечных сокращений если был частый пульс он снижается если редкий повышается и артериальное давление также снижается высоко как у взрослых так и у детей вот у взрослых например было давление 160 на 100 примерно стало 150 на 90 снижается индекс напряжения температура тела повышается на 0 3 градуса это свидетельствует об улучшении обмена веществ стимуляции и уровень сахара в крови снижается на 0 3 миллимоль на литр вот на данном слайде вот эти столбики говорят о том что скорость потоков крови по сосудам которые питают зрительную систему они при нарушенном зрении разные в позвоночных артериях снижена скорость потоков крови в заднем мозговых в среднем состоянии среднем мозговых наоборот повышенные в переднем мозговых асимметричны мы предложили технологию лечения восстановления мозгового кровообращения кроме воздействия аппаратом это работа руками на костях черепа глазницы чтобы открыть каналы где проходят сосуды и нервы это технологии американского института а плейджером а также работа в области шейно-воротниковой зоны и всего организма 7 сеансов проводимого такого лечения приводит к выравниванию скорости потоков крови по этим сосудам это говорит о том что есть способы которые могут улучшить орган зрения и улучшить его кровообращение тем самым повысить зрительные функции также мы исследовали зрительный нерв его кровоснабжение и показали что если глаз видит хорошо кровоснабжение хорошее если глаз видит слабо кровоснабжение снижено и после воздействия аппарата течение 10 минут идет улучшение кровотока это вы видите на данных снимках до высокие показатели и левый глаз который плохо видит у него столбики снижены вот к сожалению здесь анимации почему-то не показывается обычно здесь в анимации видно что столбики изменяется и после воздействия идет повышение кровоснабжение то же самое происходит и на глазном дне если внутрь глаза заглянуть сделать фотографию лазерная полириметрия это виден диск зрительного нерва и его сосуды а здесь цветные пиксели они обозначают зону где клетки не работают так вот после воздействия идет уменьшение этой зоны пикселей становится значительно меньше толщина слоя нервных волокон сетчатки увеличивается здесь проведена была ультразвуковая биомикроскопия глаза это вот роговица в срезе это передняя капсула хрусталика вот между краями радужки радужка это радужная оболочка у каждого она свой цвет и имеет у кого голубые синие у кого карие глаза и между ними зрачок у близоруких пациентов зрачок расширен как правило после процедуры он сужается если продолжить радужку дойти до края это вот угол передней камеры между роговицей и радужкой это место где идет отток жидкости из глаза дело в том что вот позади радужки это целиарные мышцы или аккомодационные от нее идут циновые связки прикрепляется к хрусталику это аккомодационный аппарат мышцы сокращается или расслабляется тем самым меняется кривизна хрусталика он при становится или плоским когда мы смотрим вдаль или более овальным круглым когда мы смотрим вблизи более сферическим и когда эта мышца работает вот этот угол передней камеры да кстати вот здесь у целиарного тела есть еще отростки они вырабатывают внутри глазную жидкость это как слюна во рту постоянно вырабатывается так внутри глаза вырабатывается внутри глазная жидкость она омывает все прозрачные ткани глаза питает их и уносит продукты обмена через угол передней камеры здесь расположены тробекулы они аналогично по своему строению как черепицы у крыши которые постоянно находятся в движении как шлюзы открывает и закрывает тем самым движение жидкости из глаза приводит эти тробекулы движения как раз это аккомодационная мышца если вдруг так случилось возник спазм аккомодации или ослабла эта мышца аккомодационная и хрусталик уже не может быть таким эластичным и двигаться как ему положено и угол передней камеры хуже функционирует жидкость внутри глаза задерживается повышается внутри глазное давление это может привести к глаукоме возникновение спазма аккомодации может развиться в любом глазу будь то близоруки глаз дальнозорки со стигматизмом или в норме у человека даже если нет никаких проблем но и спазм аккомодации может возникнуть и любого и для снятия этого спазма как раз идет воздействие энергией света это фотоны которые приводят в движение эти структуры и восстанавливают их функции как бы внутренний массаж глаза происходит почему вам важно знать это место потому что дальнейшем я буду рассказывать о других способах воздействия на глаза когда мы восстанавливаем работоспособность этой аккомодационной мышцы при этом снижается повышенное внутри глазное давление после воздействия было 30 оно снимается до нормальных цифр если давление глазное измерить по методу маклакова это с помощью грузиков специальных которые ставятся на глаз в норме давлению каждого человека должно быть от 16 до 26 миллиметров ртутного столба измерять давление свое вам необходимо один раз в год обязательно особенно у людей старше 40 лет потому что нарушение внутри глазного давления возникает постепенно и постепенно может приводить глаукомия незаметно для человека и когда уже болезнь проявит себя там уже поздно что-то делать важно вовремя снизить это давление с помощью такого прибора можно давление снижать вот на данном слайде показана цветовая чувствительность фоторецепторов которые воспринимают свет это варианты нормы справа и слева показатели критической частоты слияния мельканий на красный зеленый синий цвет а это если есть близорукость эти столбики значительно ниже после воздействия аппарата эти столбики поднимаются и повышать свои функции фоторецепторов на данном слайде мы изучали цветовое восприятие какое оно в норме какое при дистрофии у человека дело в том что вот существует так называемый тест люшера он был разработан и предназначен для определения психологического состояния человека если у него депрессия если у него какие-то отклонения или нет мы использовали этот тест для того чтобы выявить разницу между цветовыми предпочтениями близоруких пациентов до и после лечения в течение семи дней мы проводили лечение направленное улучшение мозгового кровообращения и что оказалось что до процедур у людей с близорукости цветовые предпочтения такие что им нравится синий цвет желтый серый черный коричневый фиолетовый а красный зеленый им неприятен он их раздражает почему это происходит дело в том что фоторецепторы которые воспринимают красный цвет расположены в самом центре макулы того желтого пятна где есть эти фоторецепторы кольцом вокруг них расположены фоторецепторы зеленого цвета которые восприяю воспринимают и наружное колечко это для восприятия синего цвета так вот когда нарушено кровоснабжение самой центральной части эти красные воспринимающие клетки не работают они как бы заснули но когда мы улучшаем кровообращение улучшаем питание они также улучшают свою работу вот обратите внимание как было восприятие цариат предпочтений вот кстати опять у меня не показывает это анимация фактически здесь вот когда она играет показывает то после этого здесь предпочтение желтый зеленый красный а потом синие цвета это говорит о том что каждый из нас видит окружающий мир по-разному если у человека снижено мозговое кровообращение ему все кажется в серых тонах все ему плохо все ему неприятно если мозговое кровообращение хорошее то как говорится все в розовых тонах и мир прекрасен и счастье вокруг поэтому и зрение в том числе зависит от кровообращения головы после процедуры повышается и острота зрения и резерв аккомодации и снижается степень близорукости а также повышается острота зрения это вот группа в которой мы проводили такое лечение с помощью такого аппарата можно как в зеркале светит отражение своего глазного дна когда туда смотрят есть световые импульсы то видно в центре пятнышко синие это как раз та самая макула где сосредоточены колбочки если есть у человека нарушение зрения вот эта высокая близорукость это срез сетчатки оптическая когерентная томография здесь видны разрывы кисты то в отражении на этом экране видны эти все пятна дистрофии и в процессе лечения можно наблюдать как идет улучшение обмен веществ улучшается клетки регенерирует и функции становятся лучше таким образом нами было показано что симметрия справа и слева кровоснабжение тонуса мышц гидродинамики функций глазных это эталон здоровья а симметрия этих параметров это патология функциональной системы и цель лечения направлен на то чтобы восстановить симметрию между правым и левым полушариями кровообращение функциях и в том числе между правым и левым глазом какие же факторы риска бывают врожденные и приобретенные могут быть психоэмоциональные например от страха например дети втягивают голову в плечи в плечи будто чего-то боятся позный метод например позы неудобные длительно сидят сдавливаются сосуды травматически все это идет к асимметрии возникает билатеральная асимметрия кровообращение мышечного тонуса гидроликвародинамики возникают различные глазные патологии нами было показано что биологический ритм органа зрения это энергоинформационная регуляция и она возможно вообще вот эта система это фотоэнергетическая система организма и ее также можно регулировать извне зная законы ее работы с помощью определенных импульсов внутри глаза сетчатка в ней также имеются клетки которые имеют свою частоту пульсации это фоторецепторы биполяры ганглиозные клетки от которых отходят аксоны которые сплетаются в зрительный нерв и несут информацию в мозг и эти клетки должны пульсировать если им не хватает энергии они перестают работать кроме фото стимуляции энергию можно подавать и другими методами о которых я вам скажу попозже ну и какие методы лечения глазной патологии вот как раз здесь и сказано что можно восстанавливать и кровообращение мышечный тонус и гидроликвародинамику разные методы существуют для этого и в результате улучшается и кровообращение и тонус и функции и и отсюда можно сделать выводы что рефлекторные реакции органа зрения на фото стимуляцию является не специфическими реакциями саморегуляции вегетативная нервная система управляет органом зрения энергетически и в норме работает ритмично при патологии ритм нарушается фото стимуляция как энергетический регулятор улучшает функции зрительной системы комплексное лечение глазной патологии более эффективно с применением фото стимуляция так было возникло новое направление офтальма рефлекса терапия но кроме световых импульсов рефлекторные реакции мы можем получать и с помощью различных биотиков биотики это новое биотическое направление в медицине биотики это внешнее химическое вещество которое входит биохимические структуры и системы организма участвует физиологических процессов нормализует их повышает сопротивляемость и служит биологическим катализатором новым направлением в этой области являются аквабиотики это фазы ассоциированной воды подобные водным структурам организма они также входят в биохимические и биофизические системы организму участвует физиологических процессах нормализует их повышает сопротивляемость организма и служит биологическими катализаторами это аквабиотики на основе воды аква значит вода но здесь надо иметь ввиду что вы знаете воду в разных состояниях это жидкая вода ту которую мы пьем в твердом состоянии лед снег парообразом в газообразном виде пара и в состоянии плазмы в организме вода имеет свою структуру каждая ткань изменяет воду и при и придает ей ту структуру которая характерна для определенной ткани если в организме нарушается обмен веществ он нарушается со структуры этой фазы ассоциированной воды меняется энергетическое определяющее и в результате идет неправильный сигнал для работы клеток для восстановления используются как раз эти аквабиотики мы исследовали влияние препаратов power matrix на тканевые гормоны биоамины что такое биоамины к ним относятся катехоламины это физиологически активные вещества химические посредники управляющие молекулы их называют еще медиаторы или нейрогормоны они участвуют в межклеточных взаимодействиях и у животных и у человека и в том числе даже и у растений к ним относятся адреналин норадреналин дофамин серотонин кроме того мы исследовали ацетилхолин например служит для передачи импульсов от нейрона к нейрону и от нейрона к мышцам передает сигнал как мышца должна реагировать гистамин исследовали гистамин это тканевый гормон из группы биогенных аминов его главная функция поднять тревогу и цель создать оптимальные условия для работы иммунных клеток в условиях стресса содержится в соединительных тканях и обычно в обычных условиях находится в связанном состоянии как же мы проводили эти исследования в организме существуют биологические жидкости что касается органа зрения к ним можно отнести слезу слеза выполняет функции в организме защитную функцию питательную и содержит связанном состоянии все эти нейромедиаторы гарнир гормоны они связаны с углеводами с белками потому что слеза это не просто вода там растворены другие органические вещества если взять слезу нанести ее на предметное стекло высушить потом на одну часть этой сухой пленки с одной стороны капнуть капельку матрикс визу с другой стороны чтобы они не соединялись капельку матрикс лент снова высушить затем покрасить определенным образом и посмотреть под электронным микроскопом мы можем увидеть количество этих нейромедиаторов в норме слезе и под действием визу препарата и под действием матрикс лент что мы увидели вот обратите внимание на эти гистограммы синенькие столбики это содержание гистамина катехоламина и серотонина в слезе в норме как мы видим примерно одинаковое количество 5 и 5 5 4 и 5 условных единиц в том месте где мы капнули капельку матрикс визу красные столбики повысилось содержание гистамина катехоламина уменьшился серотонин увеличился там где мы капнули матрикс лент это препарат который используется для лечения заболеваний хрусталика при начальной катаракте мы увидели что увеличилось количество гистамина катехоламина как бы повысилось количество веществ которые вызывают тревогу в организме вернее в этих тканях и которые притягивают к себе на защиту от внешних факторов вещества прилив крови улучшение обмена веществ в этом месте за счет этого идет улучшение функции этих тканей содержание гистамина при этом вернее серотонина уменьшилось это говорит о том что хотя воздействие и визум и лент немножко разное но они дополняют одно другое кроме того мы использовали эти препараты для исследования у волонтеров то есть у пациентов которые согласились участвовать в эксперименте добровольные как действуют эти препараты на красные глаза это были студенты одни например много смотрели гаджеты телефоны компьютеры ноутбуки у них краснели глаза уставали у других одни напряженной работы другой допустим нарушение сна плохо спалось были красные глаза переутомление также еще были пациенты у которых просто на фоне насморка воспалились глаза на фоне простуды вирусного заболевания и они закапывали эти капли и оказалось что матрикс лент обладает выраженным противовоспалительным действием значит вот кроме того что он воздействует благоприятно на начальную катаракту улучшает состояние он оказывает противовоспалительное действие в тех случаях когда есть воспаление в переднем отрезке глаза при конъюнктивитах и мы получали положительный эффект вот закапываем без применения антибиотиков и противовирусных препаратов это говорит о том что повышается иммунитет клеточный повышается защитные свойства организма и идет выздоровление таким образом препараты power matrix визум ленс активирует систему клеточной защиты увеличивает содержание катаколамина вагистамина изменяет содержание серотонина служит катализатором стимулирует обмен веществ повышает иммунитет далее мы проводили клинические испытания препарата matrix визум для того чтобы выявить его механизм действия как он воздействует было три группы первая группа здоровые лица вторая группа с близорукостью и третья группа с возрастными заболеваниями с возрастной патологией органа зрения катарактой дистрофии сетчатки глаукомой близорукостью и что мы обнаружили если первые две группы мы проверяли остроту зрения и строение глаз рефракции у кого близорукости какой степени и после закапывания matrix визум через три минуты снова проверяли эти функции сколько строчек стал видеть человек по таблице и какая у него изменилась рефракция то в третьей группе мы пациентам рекомендовали закапывать matrix визум три раза в день в течение месяца и потом они приходили на проверку повторно и мы смотрели за динамикой к нашему удивлению когда впервые мы обнаружили положительную динамику мы увидели положительные результаты и самое главное что нам понравилось в этом случае то что препарат не обладает раздражающим действием на слизистый глаз потому что не содержит консервантов потому что многие препараты которые применяются для лечения глукомы катаракты в виде капель содержит консерванты если долго человек их закапывает возникает уже раздражение от этого консерванта который обладает токсическим действием на слизистую и вот чтобы облегчить состояние таких пациентов мы рекомендовали matrix визум закапывать в первую очередь и лечебное средство минут через пять после этого мы видели как успокаивались слизистые и повышалась эффективность лечения наших пациентов когда мы сравнили здоровых до и после закапывания мы увидели если они видели десятую строчку стопроцентное зрение то после капель они стали видеть и одиннадцатую и двенадцатую строчку зрение повысилось у близоруких также зрение становилось выше среднем когда мы провели обработали статистические данные если зрение было где-то вторая третья строчка то после процедуры уже после однократный однократного закапывания зрение поднималась на две три строчки если человек видел пятую строчку он видел после этого и седьмую и восьмую иногда даже десятую строку рефракция то есть степень близорукости если было около минус трех она на пол диоптрии на четверть диоптрии уменьшалась это говорит о том что такой препарат оказывает действие аналогичная фотостимуляции при фотостимуляции воздействие шло за счет фотонов света энергия света ашню то в таком случае воздействие шло за счет электронов которые выбрасываются в момент закапывания капель и соприкосновения препарата с тканями также изменялась и цвета ощущения она становилась лучше рефлекторное воздействие на фоторецепторы сетчатки при возрастной патологии органа зрения в течение месяца которая использовалась также повысилась острота зрения уменьшилась площадь скотом то есть тех клеток которые плохо видели и плохо работали их деятельность улучшилась поля зрения расширились которые бывают сужены при глаукоме так куда-то и не туда нажала вот так таким образом нам удалось раскрыть механизм действия матрикс визум и показать что рефлекторные реакции органа зрения на матрикс визум является не специфическими реакциями саморегуляции и матрикс визум как энерго информационный регулятор улучшает функции органа зрения комплексное лечение глазной патологии более эффективно с применением матрикс визум кроме этого мы использовали препараты при острых и хронических воспалениях при конъюнктивитах блефоритах это воспаление краев век ячмени холязи у не шло быстрейшее выздоровление препарату ускоряет регенерацию роговицы при ее повреждениях снижает отек ткани органа зрения снижает токсическое аллергическое действие гипотензивных препаратов при глаукоме повышает эффективность их действия улучшает внутриглазное давление расширяет поля зрения улучшает трофику при начальной катаракте дистрофии уменьшает скотомы в поле зрения и повышает остроту зрения кроме того препарат эффективно принимать при усталости глаз синдроме сухого глаза компьютерном синдроме спазме аккомодации в том числе при аномалиях рефракции близорукости дальнозоркости астигматизме и других патологиях так как воздействует на механизм аккомодации капли для глаз матрикс визум имеют высокую эффективность при самых распространенных заболеваниях глаз отсутствуют побочные эффекты хорошее сочетание с другими офтальмологическими препаратами и основные свойства матрикс визум благоприятное влияние на ткани глаза обусловлено новыми механизмами они способны восстанавливать структуру и функцию патологически измененной ткани глаза и в заключении можно сказать что матрикс визум эффективен безопасен и может быть рекомендован в лечении заболеваний органа зрения энергоинформационные технологии самое главное это профилактика возраст ассоциированных заболеваний и их прогрессирования их препаратам относятся которые мы применяем уже в течение года препараты действующие целенаправленно на определенные ткани в глазу например матрикс склера склера это белочная оболочка которую белую мы видим глядя друг другу в глаза она ослабевает при близорукости при глаукоме и при других патологиях органа зрения матрикс корня корня это роговица прозрачная часть покрывающая глаз через нее мы видим радужку разного цвета у каждого она своя матрикс корня пока показана при патологии роговицы при синдроме сухого глаза матрикс ленз при патологии хрусталика при начальной катаракте здесь надо иметь в виду когда существует заболевание она начинается со стадии функциональных расстройств потом идет дальнейшее прогрессирование заболевания проходят разные стадии вот например катаракта начальная стадия у нее когда еще зрение может быть высоким незрелая катаракта зрелая и перезрелая вот зрелая катаракта это когда аналогично белку сырому в яйце если сварить белок он сворачивается донатурация белка и прозрачным он уже не может стать то же самое происходит по аналогии и в хрусталике когда уже хрусталик побелел обратно прозрачным он стать не может и поэтому для профилактики нужно не допускать этого помутнения когда если уже помутнение значительное надо делать операцию удалять мутную часть хрусталика сейчас разработаны высокоэффективные операции когда искусственный прозрачный хрусталик линзочку вставляют в прежнюю капсулу внутри капсулу удаляют мутное содержимое хрусталика а в прозрачную капсулу вставляют искусственную линзу но со временем это капсула тоже может мутнеть поэтому даже в оперированных глазах рекомендуется закапывать матрикс линз для профилактики помутнения капсул хрусталика матрикс акко применяется для алё алё еще раз всем привет слышно меня видно еще разочек сообщите о себе дайте о себе знать хорошо продолжаем когда я говорила об органе зрения что нельзя лечить глаза не леча весь организм здесь мы при глазных заболеваниях всегда рекомендуем использовать препараты общего воздействия как я уже сказала что большое значение имеет состояние сосудов во всем организме отражается и на глазах работа сердца давление высокое тоже влияет на орган зрения поэтому препараты кардин коронар необходимы для повышения эффективности лечения глазных заболеваний препараты печени гепар согласно древней китайской медицине глаза являются цветком печени по современным представлениям почему такое выражение актуально в наше время дело в том что в печени вырабатываются вещества участвующие в работе сетчатки если их не хватает зрение тоже падает поэтому препараты печени также необходимы для органа зрения поджелудочной железы почки нефро щитовидная железа влияет большое значение имеет функция надпочечников которые активе которые активируются во время стресса многие заболевания глазные возникают на фоне стресса поэтому для поддержания глаз требуется адренализ и состояние нервной системы для нормализации давления также используются препараты общего действия матрикс визум и церебрум в том числе матрикс декорис мы применяем при млефоритах в виде аппликации матрикс салютом для восстановления кислотно-щелочного баланса в организме регуляция обмена веществ матрикс ангел для укрепления соединительной ткани особенно при близорукости при глаукоме матрикс селен для укрепления иммунитета особенно для часто болеющих и большое значение имеет соблюдение здорового образа жизни почему потому что большое значение имеет физическая активность физическая активность снижает риск развития возраста ассоциированных заболеваний и шимической болезни сердца на 25 процентов и шимический инсульт на 26 процентов диабет на 28 процентов сокращение калорийности питания задерживает развитие возраст ассоциированных заболеваний на 30 тире 50 процентов и большое значение имеет достаточный сон что еще важно вам знать в отношении наших препаратов первое как мы рекомендуем их использовать вот матрикс визу обычно закапывают по одной капле три раза в день три недели потом делается перерыв три дня тканевые препараты ленц макулы и прочее закапывают по одной капли три раза в день и перерыв необходимо делать через каждые 10 дней потому что надо время на адаптацию когда мы применяем несколько препаратов интервал между ними должен быть при закапывании не меньше пяти минут следующий момент когда вы капаете капли очень важно куда капелька попадает нужно оттянуть нижний века и капнуть ближе к наружному углу глаза некоторые закапывают около носа и сразу препараты капли лекарства уходят в нос потому что в норме необходимо чтобы весь глазок омыл со слезой от наружного до внутреннего угла глаза следующий на что надо обратить внимание у каждого человека своя чувствительность некоторые закапывают матрикс визу например и ощущает чувство покалывания или жжение кратковременное который быстро проходит капать надо до тех пор пока не пройдут эти явления и потом сделать перерыв на три дня а в других случаях чувствительность снижена капать надо до тех пор пока не появится чувствительность чувство легкого такого вот жжение тогда сделать перерыв на три дня если таких вот явлений нет то обычное закапывание через три недели три дня перерыв когда организм молодой обмен веществ хороший капли закапывает можно несколько разных но если есть целый букет заболеваний лучше начинать не больше чем три вида препаратов в первую очередь закапывать визу минут через пять например патрикс ленз если надо укрепить хрусталик и минут через пять например матрикс акко для кровоснабжения акко и ленз через 10 дней перерыв и дальше продолжить закапывать когда заканчивается этот пузырек берется другая пара например корня и макула или склера и ленз в зависимости от более выраженной проблемы и так чередуют их в течение всего периода более высокие результаты бывают если мы используем эти капли в сочетании с физиотерапевтическими процедурами о которых я вам говорила это фото стимуляция с помощью аппарата сейчас у нас есть возможность в офисах есть такие аппараты пациенты приходят и получают процедуры непосредственно в офисе капельку визу перед процедурой и капельку тканевого препарата например ленз после процедуры минимальный курс это пять сеансов можно с перерывом в два-три дня можно каждый день по обстоятельствам также эти аппараты можно их и приобретать для домашнего пользования так что можете обратиться к своим куратором и они будут с вами связываться так следующее о чем я еще хотела вам сказать бывают такие случаи например закапывают капли и через некоторое время ощущает туман перед глазом это говорит о том что не выводится свое время на продукты обмена и надо сделать перерыв для освобождения глаза от этих продуктов обмена потом когда ясность появится снова возобновить у некоторых бывает от закапывания отделяемые из глаз в виде порошка виде слизи это происходит в связи с тем что гладкая мускулатура сокращается и как бы выдавливает из желез ненужный секрет продукты обмена те которые не могли выйти своевременно это тоже положительное действие надо продолжать закапывать пока не прекратятся эти отделения так ну мне хотелось бы вас поблагодарить за то что вы пришли прослушали нашу информацию пожелать вам здоровья и счастья благополучия следите за своим здоровьем за своими глазами чтобы своевременно они получали помощь от вас хотелось бы мне от вас услышать обратную связь насколько информация была для вас полезной своевременной новой необходимой спасибо вам если будут какие-то вопросы пишите спасибо вам большое будьте здоровы и счастливы до свидания всех благ вам берегите себя и своих близких и имейте в виду что хотя сейчас идет карантин по вирусу противовирусным действием повышающим иммунитет обладают наши препараты применяйте их и это поможет вам избавиться от проблем с любыми вирусами до свидания